Лето в самом разгаре и снова ситуация с выпадением ребенка из окна. На оперативном совещании представители единой диспетчерской службы 112 доложили главе, что трагедия случилась с четырехлетним жителем поселка Развилка. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, но проблема повторяется из сезона в сезон. Как и еще одна – купание людей в неразрешенных для этого местах. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды и информируют жителей об опасности такого отдыха. Следующий доклад – о работе медицинских учреждений. С ним выступила заместитель главного врача Винновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. Продолжается проведение диспансеризации срослого населения и пропосмотра детского населения. За прошедшим делом следованием проходит диспансеризация 2137 человек, всего прошли 17 тысяч человек. Образование. 1 июля в школьных лагерях Ленинского городского округа началась вторая смена. Продолжается запись детей в первые классы. Управление по делам молодежи, культуре и спорту готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности. Хорошая новость из троллейбусного парка – закуплены две единицы техники. Началось плановое отключение многоквартирных домов от горячего водоснабжения. За это время соответствующие службы подготовят теплосети к отопительному сезону. В остальном предприятия Ленинского городского округа работают в штатном режиме. Несмотря на летний сезон и спад активности, глава муниципалитета попросил руководителей не расслабляться и держать ситуацию под контролем. Коллеги, жара, лето полноценное. Понятно, что она была в бою, когда хочешь скорее спать, чем работать, но тем не менее расслабляться категорически нельзя. Надо сетистые зубы, работать, работать, работать. Всем хорошей рабочей недели. Спасибо большое. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно ТВ.